МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости пятницы на ННТ. С последними событиями вас ознакомят мои коллеги. Я, Махач Курбанов, короткий анонс. Николай Патрушев в Махачкале. О чем говорили на выездном совещании Совета безопасности сегодня в выпуске. Теперь получить права любителям станет легче, нежели профессионалу. Что еще придумал Минтранс, чтобы облегчить жизнь водителям? Расскажем далее. Звезды кикбоксинга в Унсикульском районе. О том, кто провел мастер-класс в селе Ирганай, расскажут наши спортивные корреспонденты. Патрушев рассказал о причинах долгов по энергетике на Северном Кавказе. Большая часть долгов в сфере энергетики на Северном Кавказе связана с масштабными хищениями и завышением тарифов, заявил Николай Патрушев на выездном совещании в Махачкале. Секретарь Совбеза России отметил, что наиболее сложная ситуация с долгами и потерями газа в Чечне, Дагестане и Ингушетии. И сообщил, что в 2018 году в Северокавказском федеральном округе выявлено 387 преступлений в этой сфере. Ущерб по ним составил 524 миллиона рублей. Патрушев также добавил, что в ходе реализации федеральной целевой программы Юг России и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе вскрыты хищения на сумму свыше 2 миллиардов рублей. Уфас Дагестана привлечет к ответственности перевозчиков Махачкалы. По сообщению пресс-службы управления, административный штраф грозит семи компаниям, занимающимся сферой перевозки пассажиров. В их действиях комиссия Дагестанского Уфас России выявила нарушение закона о защите конкуренции. Нарушения выразились в одновременном и схожем повышении цен на проезд с 17 до 23 рублей. Любители и профессионалы именно так Минтранс России в скором времени разделит водителей. Об этом сообщают российские СМИ. Теперь получить права любителям станет легче, нежели профессионалу. Для того, чтобы осуществлять перевозку пассажиров и грузов, водителю нужно будет пройти курсы повышения квалификации, где его обучат тому, как действовать во внешнатных ситуациях и обеспечивать безопасность перевозок пассажиров. Минтранс намерен запретить компаниям, осуществляющим перевозки грузов и пассажиров, нанимать на работу водителей, не прошедших специальные курсы. Нарушителей будут штрафовать. Стоит отметить, что нововведение не будет касаться при найме водителей в армию, скорую помощь, аварийные службы и пожарную охрану. Они не боятся потопов и пожаров. Накануне в Дагестане завершились всероссийские командно-штабные учения МЧС. В течение трех дней на территории Кизлярского района спасатели отрабатывали действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодием. Согласно легенде, из-за подъема уровня воды в реке Терек произошел прорыв берегоукрепительного вала. В результате оказались затоплены населенные пункты. Сотрудники МЧС оперативно провели первоочередные аварийно-спасательные работы по спасению людей с условно подтопленных участков. Всего на ликвидацию последствий условно-чрезвычайной ситуации были задействованы около тысячи человек и 300 единиц техники. Тем временем в Дагестане торжественно на службу в армию провожают 13 призывников. Это жители городов Дербен, Дагестанские огни и Дербенского района. Парни прошли все соответствующие проверки. Беседу с начальником призыва и юристом. Также в день отправки совместно с представителями наркологического диспансера проводились проверки анализов на наличие наркотических веществ. Провожая ребят, военный комиссар Адиль Кулиев отметил, что в этом году, впервые за последние годы, расширили квоту для призывников из Дагестана. Сегодня у нас очередная отправка граждан на военную службу. Вы знаете, в этом призыве у нас впервые за последние 5-6 лет, когда нам дали достаточно большой наряд. Более 300 человек, наших призывников, будут отправлены на военную службу. Будем отбирать лучших из лучших. Отметим, что со всей республики в этом году на срочную службу вооруженные силы России отправится около 3-х тысяч человек. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Напомним, весенняя военная мобилизация в России завершится 15 июля. Всего призыву на комиссию в Дагестане подлежат более 70 тысяч человек. Около тысячи из них в этом году получат возможность пройти военную службу по контракту. Для этого ранее не служившие молодые люди должны иметь среднее специальное или высшее образование. Прививочные кампании против инфекционных болезней подключаются и районы Дагестана. Так, в Унсукульском районе прошла плановая вакцинация, обеспечивающая защиту от таких заболеваний, как корь, дифтерия и полиомиелит. Его прошли учащиеся школы в возрасте от 7 до 14 лет. Все прививки были сделаны в согласии родителей. Отметим, что Минздрав Дагестана накануне обратился с заявлением о необходимости массовой вакцинации после многочисленных вспышек инфекционных болезней. По словам специалистов, повсеместные отказы от прививок приводят к негативным последствиям. Так, по данным ведомства, только за этот год корь подхватили более 100 человек. Главный генетик страны Сергей Куцев посетил Дагестан. Во время рабочего визита специалист посетил Республиканский медико-генетический центр. Затем встретился с министром здравоохранения республики Джамалудином Гаджи-Ибрагимовым. Стороны обсудили перспективы расширения программы массового обследования новорожденных на наследственные патологии. Сегодня в России проводится скрининг детей только на самые распространенные генетические заболевания. Однако Куцев уверен в том, что этот список пора расширять от 5 до минимума 30. Мы имеем сейчас новые технологии диагностики. Они связаны с тем, что мы можем проанализировать практически весь геном и понять, действительно выяснить причину заболевания. Не всегда мы можем помочь, потому что наследственная патология, она связана с изменением в генетическом аппарате такими зачастую, которые очень трудно корректируются. Тогда может речь идти о профилактике. То есть в данной семье, где выявлено какое-то наследственное заболевание, поставлен точный диагноз, причем как клинически, так и молекулярно. То есть возможна профилактика появления больного ребенка, например, при следующей беременности. Или даже можно спланировать зачатие здорового ребенка. Со своей стороны Джамалудин Гаджи-Ибрагимов поблагодарил Сергея Куцева за визиты внимания региональной медико-генетической службе. Тем более, что, по словам министра, проблема наследственных заболеваний для Дагестана более чем актуальна. В Дагестан приехали звезды ММА и кикбоксинга Владимир Минеев и Зураб Фараян. А здесь, в селе Ирганай, у Цикульского района, спортсмены провели мастер-класс для подрастающего поколения. Подробнее расскажет Курбан Рагимов. Вот он пытается стать, ваша задача его не дать стать. Но тут он тратит больше сил, чем вы. Это имитация боя. Здесь партнеры включаются лишь на 30%. Такая тренировка поможет закрепить полученные навыки. Своим мастерством с молодежью Унцукульского района делятся гости. Чемпионы Европы и мира по кикбоксингу Владимир Минеев и Зураб Фараян. Если он рядом стоит, то можно просто пробить. Если он натягивается, то мы достаем, дотягиваемся. Работа в стойке, борьба и партер. Показав прием или комбинацию, спортсмены следят за правильностью исполнения, поправляют технические недочеты. Очень внимательные ребята. Видно по ним, что они хотят слушать. Они не отвлекаются. Они знают, зачем они пришли в этот зал. И я вижу тут одних пахарей. Поэтому пахарей пошите, и все будет хорошо. Поездка в Дагестан – это совмещение приятного с полезным. Потренироваться можно от души. Ну и встречают от души, знаешь, сразу килограмм пять приходит. Ну, мне всегда очень приятно смотреть на дагестанскую молодежь, которая с таким, как сказать, неподдельным порывом рвется к единоборствам. Я был только рад поделиться своим опытом, с которым когда-то со мной делились те же дагестанцы. Титулованные кикбоксеры приехали поддержать новоиспеченного чемпиона Европы по грэпплингу Рашида Кайтмазова. Триумфатора чествовали в рамках мастер-класса. С теплыми словами в адрес выходца и селения Ирганай обратились представители администрации района и гости мероприятия. Здесь же победитель соревнований в Бухаресте и сам присоединился к тренировке. Кайтмазов показывал все, что две недели назад помогло ему стать лучшим на континенте. Очень хорошая обстановка на самом деле у всех ребят. Видно, что они мотивированы, у них глаза горят, на самом деле заряжены. Это радует. Я хочу пожелать им тоже в дальнейшем, чтобы они продолжали упорствовать в своем деле и стали чемпионами. Этот мастер-класс проводится по инициативе Нурмагомедова и сына Магомедовича. Хотелось бы поблагодарить его за это. Большое спасибо, что он уделяет внимание нашим молодым спортсменам, молодежи всего района Ванскульского. Для меня и Вайфа района приезд в Ирганай точно станет не последним. Гостям уже дали звание почетных жителей села. Летом они планируют провести здесь тренировочные сборы. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Унцукульский район. И это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите нас также в Ютьюбе и в Инстаграм. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин